здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко мы накануне замечательного праздника рождества и сегодня у нас в студии в общем то по доброй традиции уже много лет мы говорим и на эту тему и вообще на темы традиционных ценностей на тему всего того теплого светлого родного что нас в общем-то делает людьми мы говорим с настоятельным прибражинского храма поселка краскова священником или семеновым здравствуйте отец илья добрый день я хотел сразу же адресовать такой вопрос вот где-то примерно с позднее горбачевского времени народ начал активно включаться в в изучение что ли в понимание того что происходит и мне кажется что какой-то был период такого очень четкого понимания что людям это почему-то хочется делать можно ли сказать что рождество даже несмотря на такую большую серьезную паузу советского периода все равно где-то сидит в нас на каком-то но и за генном подсознательном уровне да разумеется и это очень интересный вопрос и очень правильно сформулирован потому что действительно в глубине человека есть некое предчувствие предпонимание даже если он забыл о своих истоках то откуда он вышел где его дом где его начало поэтому конечно рождество как самый удивительный праздник чудеснейший праздник как возможность воссоединиться вечности со временем он безусловно ощущается в глубине души каждым человеком даже в страшные времена богоборчество богооставленность имеется ввиду оставленности нами бога и советские времена конечно это такой страшный период но и в нем остались эти искорки эти основания потому что они есть в человеке конечно рождество это праздник в котором мы встречаемся с богом и вот это понимание того что что-то в нас отсутствует вот которая мы чувствуем по советским фильмам хотя они очень хорошие с одной стороны и там много нравственного но какая-то тоска присутствует вот какой-то фон тоски что-то потеряно в человеке и человек это ищет искал и когда появилась возможность вернуться к этим истокам когда что-то начало но как бы открываться хотя это было всегда открыто но праздновали праздновали даже так подпольно можно сказать но бабушка было что-то говорить дана возможность конечно люди потоком устремились ко христу но здесь очень важно еще следующее можно это сымитировать можно заменить как бы очередную профанацию но какой является советский новый год в качестве праздника другой профанации празднованием рождества как духа христова что это мы видим как мы это видим на западе поэтому конечно здесь важно прийти ко христу к его рождению встретиться с ним и встретить его через покаяние покаяние как понимание того что с нами произошло что мы в этой оставленности что мы в этой пустоте и в и фрустрации что мы тоскуем на самом деле но затем периодом пришел период вы уже сейчас сказали об этом когда я помню люди но что называется церковь полна людей очень много даже не всех вмещает но так вот пообщаешься с людьми понимаешь что они пришли просто вот потому что ну как бы надо прийти то есть нет внутреннего наполнения был такой период 90 это ну довольно могут какой-то отчасти он и сейчас еще продолжается то есть когда люди не понимая что это такое ничего не вкладывая скажем так ничего не делая если говорить на нас религиозной точки зрения до с точки зрения верующего вдруг устремляются в храма там пасха рождество праздник все разговелись и на этом закончилась их служба вот как вы считаете на сегодняшний день в каком направлении нужно двигаться чтобы вернуться но какому-то первоисточнику что ли этого праздника в том-то и дело что недостаточно достать из какого-то старого шкафа что-то за запаленное да и назвав это ценностью этому поклоняться потому что это пройдет очень быстро ну да сначала там вроде бы интересно что в этом шкафу дедовском было но потом это все быстро приедается здесь как я уже сказал важно осознание того что нам это нужно и хотелось бы вспомнить в этой связи потому что это касается нас очень серьезно вспомнить одного из проницательных мыслителей конца девятнадцатого века фридриха ницше которые в своем произведении которое называется тоже очень интересно веселая наука он в 125 фрагменте говорит очень проницательные слова которые должны нас всех затронуть он говорит о неком безумце этот фрагмент так и называется безумный человек он говорит о неком безумце который с фонарем в светлый полдень вдруг выходит на рынок и говорит что он ищет бога он спрашивает у всех где бог его окружают люди которые по большей части не верующие они хохочут они спрашивают его ну может быть он уехал куда может быть он эмигрировал а может быть он спрятался а может быть он там что-то с ним еще произошло и тогда он входит в эту толпу и вперяяя во всех свой взор говорит что мы убили бога вы и я и как это вообще могло произойти как это могло случиться он говорит что мы выпили море что мы губкой кто нам дал ту губку который мы стерли все краски с горизонта как мы вообще смогли отсоединить как бы оторвать эту землю от солнца мы падаем и непонятно куда непонятно где вверх где низ мы в ничто это падение в котором мы потеряли ориентацию вот это пронзительные слова которые нет же сказал которые потом вульгаризировались слова что бог умер на самом деле бог не умер убили бога ну да если я большой раз и если мы не осознаем если люди не осознают что на самом деле они убили бога и продолжают его убивать то никакого возвращения в христианство никакого возвращения ко христу быть не может и рождество как раз она является тем праздником которое может нам дать понять то что здесь и сейчас должно случиться это воссоединение со христом ведь мы помним важнейшее песнопение праздника рождества христова кондак дева днесь присущественного рождает дева девственница пресвятая богородица она рождает это само по себе чудо но не это даже главное главное чтоб приц предсущественного того кто был до того пока ничего не было рождается сам бог и конечно ангели пастухи его славят поют ему волхвы со звездами путешествует и мы должны понимая что мы убиваем бога своей жизнью вернуться к нему мы должны постараться сделать так чтобы мы сами оказались вертепом в котором бы мог родиться христос земля вертеп приносит это очень важно чтобы мы с вами принесли богу себя как вертеп если этого не произойдет если не произойдет понимание того что мы потерялись потому что ведь фридрих нитша говорит о некой дезориентации дело в том что вот когда мы говорили о том что можно достать некие ценности традиционные из шкафа это будет очень мимолетно и чаще всего сейчас так и понимают ну возможно многие и указ президента нашей страны от 22 ноября когда он говорит о традиционных ценностях указ именно стратегической безопасности указ очень важный это 809 указ президента где говорится о приоритете духовного над материальным а гуманизме о возвращении к любви к родине если мы это все воспримем как некое этническое такое обрамление или такое полу советское полу дедовские еще более дальние как бы прадедовской то тогда это все очень быстро закончится это все не воспримется нам нужно понять что произошла очень серьезная ситуация проблема мы дезориентированы но вот тут вот тут сразу же вопрос так сказать в продолжении этого разговора мы же с вами понимаем что указы приказы требования не всегда работают люди иногда их не выполняют давайте говорить откровенно но это та тема которая с другой стороны церковь которая говорит о ценностях и в общем-то старается говорить о них всегда во все времена как человеку который не очень любит какого-то может быть давления на себя самому прийти к этому как как самосовершенствоваться или это невозможно нет это возможно и я здесь даже хочу сказать немножко по-другому дело в том что этот указ это уже некий результат общественного мнения мы знаем что святейший патриарх московский всей руси кирилл он многократно и в кремле тоже и во многих других местах с кафедры постоянно говорил о важности традиционных ценностей продолжает об этом говорить и более того он говорил о том что например в восемнадцатом году в кремле говорил о том что вот этот сбой восприятие традиционных ценностей он приводит мир глобальному кризису это очень серьезно и мы это понимаем и современная ситуация в которой мы сейчас находимся ситуация очень серьезная со всех сторон и прежде всего изнутри потому что эти действия которые россия осуществляет они связаны с внутренней небезопасностью россии то есть с воздействием на человека с попыткой дезориентации его сил которые очень серьезно в этом направлении действуют мы с вами знаем много различных произведений и западных очень серьезных авторов начнем со шпенглера например закат европы или уже ближе к нам патрик бюкенен который говорит о смерти запада даниилевского можно вспомнить мы видим что происходит на западе происходит дезориентация вот этот космо компас который должен указывать стрелкой раньше помните были до разная и синие что понятно теперь современный компас он чаще всего только одна стрелка покрашена эта стрелка указывает на север на полюс и вот этот компас он сбился на западе и человек чувствует он чувствует что он плутает но вот когда он заблудился в лесу ему плохо он должен выйти куда-то поэтому это не это знаете это не указ президента это не просто в мегафон кто-то в лесу вдруг как крикнул так выходите из леса вам лучше из леса выйти но человек который проплутал в лесу уже там несколько недель понятно что он сам видит и ищет выход поэтому я считаю что это не просто какая-то директива сверху это именно формулировка необходимости изнутри и более того сам этот указ это тоже и это уже есть определенная переориентация внимания на традиционные ценности ну вот как раз на этом месте мы сейчас делаем паузу будем считать что первая часть у нас была такая серьезная очень важная а во второй хотелось бы в более праздничную уже сейчас уйти атмосферу напомнить смысл праздника ну и как собственно говоря правильно его так вот провести этот праздник чтобы нам весь грудь помогал сделаем небольшую паузу и вернемся в студию программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях настоятель преображенского храма поселка краскова священник или а семенов отец ли я а вот как вы считаете ну я понимаю что отталкиваясь от предыдущей части когда человек не очень выцеркленные но что-то его тянет мы уже выяснили наверное это вот на какой такой генной памяти а когда человек действительно приходит в церковь для того чтобы получить какое-то ну скажем так состояние даже не знаю как это вот слово сейчас подобрать вот что такое рождество для верующего человека что это вообще за праздник такой почему праздник ну праздник конечно у нас всегда связан с радостью очень часто конечно эта радость она ну как-то вырождается в какой-то смех и хохму как это очень часто обрамляет новый год который у нас прошел раз сегодня новый год давайте скажем почему новый год то такой плохой ну изначально конечно если как бы совсем серьезно исторически новый год это совсем неплохое дело только в другой день и да нет даже и не в другой день тут дело не в дне это очень хорошая возможность и вообще как бы она антологические метафизически даже обоснована чтобы человек обновился обновился по серьезному не просто как-то там подумал как ему свою адженду поменять и построить в новом году а именно задумался об основаниях вот вы сказали о генетике но здесь гораздо глубже здесь не генетика антология наша наша сущность нам свидетельствует о том что с нами что-то не так и чем ближе мы к концу года чем как бы больше мы погружаемся в эту ночь зимы тем больше мы ощущаем что мы как бы умираем и что ничего с нами вроде не произошло и нам хочется этого оживления хочется чтобы восход солнца который будет а ведь как бы зима вот это но как бы солнцестояние до зимние она как раз связано с новым годом и с этим процессом с погружением в хаос нам хочется чтобы мы опять как бы обрели не некий смысл некую структуру жизни некий логос опять бы забрежу в нашей жизни поэтому по серьезному в новом году ничего в этом празднике плохого нет но то как это все обрамляется сейчас люди не понимают как бы что с ними происходит они погружаются еще большее забвение возможность для них им подсказывает их и генетика и метафизика можно так сказать антология их сущность подсказывает что что-то надо делать но это заканчивается смотрением ну жутких передач которые не то что постом рождественским но вообще как бы смотреть не нужно в хохму в какой-то в какой-то самозабвение чревоугодничество и вообще с утра чек просыпается знаю какой-то ужас да это конечно связано с определенными хаотическими силами которые тоже в этот момент присутствует этот момент ночи вот я имею ввиду как бы новый год вот это точку такую нижнюю но конечно здесь наоборот необходимо пробуждение в новый год этого пробуждения нет вот рождество это как раз именно тот праздник когда человек должен пробудиться как мы с вами сказали пробудиться к пониманию того что ему нужно изменить свою жизнь потому что ну не то что уже все было сделано людьми а мы знаем что приходили пророки которые свидетельствовали о том что с вами все плохо и нужно что-то менять но сам бог это удивительнейшее событие когда сам бог соединяется с человеком для того чтобы человек смог измениться и воссоединиться с богом чтобы время соединилась с вечностью понят по поэтому конечно для христианина который приходит в храм это ну по серьезному это самая как бы радостная радость потому что для него появилась возможность начать все заново для него это новый год настоящий новый год это не просто новый год это новая жизнь это обновление но как я уже сказал в нее че без покаяния без того о чем говорит ницше без осознания того что мы в ужасном как бы состоянии потерянности и дезориентации прийти невозможно поэтому вы сказали о том что человек приходя в храм что-то чувствует как какое-то переживание хочет этой радость но я говорю что хотел бы сказать что эта радость она должна быть фундирована обусловлена серьезными основаниями как бы выходом в эту традицию поэтому опять таки вот этот ваш вопрос он связан с предыдущим вопросом который мы обсуждали нам необходимо почувствовать традицию не как запыленные какие-то древности этнографические или как какие-то указы и директивы свыше нам нужно начать ее воспринимать как вечность как нашу антологическую сущность которую мы должны наконец обрести и мы видим что в храмах в рождество огромное количество людей но есть четкое ощущение что не все люди даже те которые хотя бы как прочли какой-нибудь интернет сайт по поводу того что такое рождество ну чтобы понимать что делать да они там побывали вот может быть на минутку выключились или на 2 а потом выключились и как буду все рождеством уже отметили вот я к чему веду традиции это хорошо безусловно но может должно появляться что-то новое которое должно подкреплять эти традиции для что-то современное какие-то новые послания новые какие-то обращения новые какие-то цивилизованные и цивилизационные подходы может быть этого не хватает современному человеку в церкви в том числе да это очень хороший вопрос как раз который позволяет нам попытаться прояснить по мере наметить понимание того что традиция это не старое в том то и дело что мы вы как бы вашем вопросе понятно что вопрос такой специально чтобы вывести на эту тему но в вашем вопросе есть понимание того что традиция это нечто старое это нечто древнее а нам хорошо бы все-таки как бы устремиться к чему-то новому что мир изменяется нам нужно как бы попытаться его оформить в какие-то новые формы как бы ухватить каким-то новым пониманием и более того двигаться дальше так вопрос как раз сводится к тому что традиция это не старые мнения традиция это вектор существования и развития человека традиция это тот логос который нас ведет вперед понимаете вперед вперед опять-таки тут вопрос как бы линейное время или время как бы циклическое мы не будем сейчас вдаваться в эти подробности как раз новый год говорит нам о циклической лишь времени но все-таки традиция это не старая поэтому нужно это очень хорошо для себя понять и как раз вот эта устремленность просто к новому вот этот модернизм который обуял человечество с нового времени он и привел к тем страшным последствиям в которых мы сейчас находимся когда например ну почему бы структуру семьи например не понимать по-новому почему например родитель 1 или родитель 2 родитель 3 0 и 3 там 4 5 почему бы потому что нет можно сказать почему бы и нет да мы за многообразие мы за эти всякие новшества когда что-то новое но игрушка старая наскучила ребенку ему покупают новую человеку старая машина надоела она уже разваливается надо купить новую все нам об этом напоминает давайте тогда не будем приставать к людям с традиционными ценностями но еще раз хочу просто прояснить потому что это важнейшая вещь традиционные ценности это обращение ориентации к сущности вот помните маршака мой дадыр ну там как бы сюжет он один но просто вот когда вот эти все там рукомойники кривоногие там всякие там я не знаю ложки вилки они как бы делают не то что нужно они но не выполняют свою функцию понимаете у них сбилась программа но можно сказать что они пытаются там как бы этого мальчика убедить в том чтобы он мылся но я не об этом я о том что в определенный момент или там какой-нибудь фантастический фильм когда искусственный интеллект вдруг побежден и все вот эти там дроны или там какие-то автоматы они становятся бессмысленными они как бы выключились из этой системы вот надо сказать о том что традиция это как раз логос это включенность в систему жизни в систему смысла мира поэтому мы сможем с вами двигаться вперед и к новому только тогда причем осмысленно и жизненно только тогда когда будем двигаться внутри традиции как того что связывает нас с некой нашей сущностью как будильник например если он сойдет с ума но был бы он сознательным он не будет звонить и времени будет показывать или будет показывать хаотически или там я не знаю вообще как бы захочет чтобы ему орехи кололи как помните печатью в принце нищим вот поэтому нам нужно не колоть своей головой орехи и своим сердцем каменным тоже орехи не колоть ну так или иначе вот мы постепенно подходим к финалу накануне рождества мне кажется что возможно все эти напасти все эти вызовы которые вы обозначили может быть они и даны людям для того чтобы их преодолеть и показать свою истинную сущность да а этот путь не такой быстрый невозможно с утра проснуться 1 января или когда или кстати даже 7 января или проснуться и почувствовать что все все изменилось вот сделать первый шаг к этому наверно можно я хочу вам сейчас предоставить прекрасную возможность обратиться к нашим телезрителям вот с каким-то таким рождественским коротким посланием уже на языке священника стопроцентным как единственное и самое важное что я бы хотел сказать всем христос рождается славите вот такая была у нас сегодня программа с настоятельным преображенского храма поселка краскова священником или семёновым с которым мы общаемся много-много раз я предлагаю нам надо вернуться на вот сейчас пройдут все события у вас много кстати сейчас будет занятость серьезно а вот тогда когда будет уже такое спокойное что ли время мы приглашаем вас студии у нас есть еще много интересного о чем поговорить спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания